Девчонки, всем привет! Сейчас начала краситься и вспомнила, что вы у меня просили видео о моем повседневном макияже. Вот я сейчас под глаза нанесла средство консилер, это от Bourjois, у меня второй оттенок. Я наношу точечно. Я уже говорила не раз, и в своем инстаграме подписывайтесь, и вообще на мой канал подписывайтесь. Я говорила о том, что в принципе надо, если у вас есть возможность, конечно, надо покупать хорошую косметику всегда. Но если у вас нет такой возможности, потратьте лучше деньги на уход. Правильный уход, правильные крема, правильные средства, поход к косметологу, для того, чтобы привести свою кожу в порядок. И тогда вам не надо будет наносить на себя тонны косметики. Достаточно только будет точечно, я не знаю, спрятать усталость под глазами в виде синяков, например. То есть я уже несколько дней подряд, из-за Игров Престолов, я засыпаю в 3-4 утра, встаю рано. Поэтому у меня появились синяки под глазами, и в данный момент консилером я их закрываю. И опять же, у меня есть, я не знаю, видно вам или нет, наверное, видно, вот. У меня есть пигментные пятна, я уже в принципе не особо там с ними борюсь. Ну как, я борюсь с средствами, там, кремами, с витамином С, но так как сейчас у нас уже солнышко, пытаясь быстро говорить, то я днем не наношу, да и плюс закончился у меня крем с витамином С. Вот, поэтому борьба с пигментными пятнами она обязательна, но если вам надо перекрыть какое-то пигментное пятнышко, то вот этот вот консилер, у меня второй оттенок, я уже говорила, очень классно работает. Вот, и безымянным пальчиком, обязательно безымянным мы распределяем. Есть еще одно хорошее средство, оно просто у меня закончилось, это LR, косметика немецкая, это сетевой маркетинг, ну то есть сетевая фирма. Это Colors Concealer в виде стика, он очень классный, но он у меня уже закончился, там тоже, вот под глазки нанесли, тоже точечная, и все классно скрыло. Мне сейчас надо еще ехать к косметологу, потому что я вижу, что у меня усики появились, надо их убрать. Но в данный момент пока у меня нет такой возможности, самостоятельно я это не делаю, убираю я воском, вот, поэтому я их слегка перекрываю тоже консилером. Это такой мой личный лайфхак. Так, да, у меня появились усы, я с подругой не общалась, ну, много лет, она знает, что я вообще сама по себе не волосатая. И тут я говорю, да, надо мне усы убрать, она, в смысле, у тебя усы? Я говорю, да, представляешь, ну это гормональное. После 30, у меня после, да вот буквально там, после 33 у меня начали они появляться. Вот, что я делаю после. Я не использую пудру. Почему? Потому что пудра сушит мою уже, как бы, сухую кожу. Это первое. Второе, мне нравятся эффекты влажного лица. Поэтому я очень часто использую вот эту вот вещь. Это стик, но это как бронзатор, и в то же время сразу румяна. После я наношу сухой бронзатор, но так как это кремовая текстура, она на себя берет, ну, как знаете, такой, все-таки создается эффект влажного лица, и хорошо потом ложится сухая текстура. Вот. У меня тут в зеркальце, я буду сюда поглядывать, чтоб не в камеру. После я использую арт-деко. У меня просто, видите, крышечка отломалась. Это арт-деко, очень тоже прикольная такая, такой бронзатор, то есть, хотела сказать, палетка. Не палетка эта. Так, ну, он, по-моему, в единичном экземпляре. Я тоже делала с ним пост, когда-то уже давно, хватает надолго, очень классный. Тут, видите, несколько оттенков, я просто их смешиваю и наношу. Скажу честно, я часто делаю макияж, чтобы внешний вид был как будто я без макияжа. Ну, мне так нравится. Это естественно. Понятно, что когда мы едем на какое-то мероприятие или выход, там, не знаю, на свидание, то, конечно, использую чуть больше косметики, но, хотя, в принципе, столько же, только глаза делаю повыразительнее, как говорится. Также у меня есть вот такая вот палетка, очень тоже прикольная. Это Master Brush от Maybelline. Здесь классные румяна. Сейчас вам покажу. Вот они вот разных оттенков. Ну, как видите, да, чем я пользуюсь. Хайлайтером очень часто. Сейчас меняю кисть и наношу хайлайтер. Он, знаете, чем мне нравится? Он с таким каким-то оттенком, не знаю, в нем нету сильного вот этого вот сияния какого-то такого конкретного. Кстати, сейчас для Инстаграма я буду снимать свочи новых помад. Почему я, кстати, еще и крашусь. Я сейчас, конечно, поеду по делам, но... У меня тут есть новые помадки от L'Oreal. Вот. И я хочу сводчики сделать для Инстаграма, поэтому подпишитесь в Инстаграм. Так. И, конечно же, брови. Я всегда говорила, что брови – это обрамление лица, это 50% успеха макияжа. И у меня тут есть новый продукт, который я получила на презентации. Вот. Это Чада. Купить эту помадку такую можно в магазинах Жан. И вы знаете, элементарно. Раньше надо было 5 минут для того, чтобы привести брови в порядок. Сейчас мне достаточно двух минут или одной. Вот. Главное просто, чтобы вы брови перед этим расчесали. Вот. Это такая пудра. Я говорю помадка. На самом деле, это вот такая вот пудра. Очень удобно. Она делает их настолько естественными. То есть, не видно, что брови прокрашены или там, ну. Очень комфортная. Когда закончится, куплю опять. Вот прям очень нравится. Особенно хорошо будет для лета. Потому что карандаши могут потечь. Тени там где-то уйти. Я, кстати, стоя крашусь. В такая хожу. Мелькаю вам. А вот эта пудра, она не уходит с бровей. И это замечательно. Причем косметика это органическая. В ней нету химии. Швейцария. Две девушки сделали эту косметику. И, кстати, блеслия губ у меня еще есть. Потрясающий. И после я опять же расчесываю. Таким образом я распределяю пудру по всем бровям. И все. После просто можно закрепить уже. У меня от L'Oreal есть. Кстати, надолго хватает. Я очень давно купила. Вот. Если я не поленюсь, а я не должна лениться, я же блогер. Я вам внизу оставлю ссылочки на эти продукты. Где их можно купить. В принципе, половину, даже больше половины, эту косметику можно купить через мейкап. Вот. Вот это вот в магазине Жан. Их по Киеву и вообще по Украине. В принципе, достаточно много. Все. Видите, брови уже вообще поменяли лицо совершенно. Можно подвести глаза, например, я не знаю, карандашиком. Так как я в голубом, я в рубашке и в голубых джинсах. Вчера джинсы, кстати, я купила. Я могу... Сейчас подточу чуть-чуть. Я могу синим карандашом. У меня карандаш от... О, все стерло. Есть тех людей, которые могут пользоваться как люксом, так и обычной бюджетной косметикой. То есть я не гоняюсь за брендами. Вот. Так. Поехали. Мне легче, потому что, видите, у меня уже есть стрелки. То есть у меня есть перманентный макияж. Поэтому вообще как бы просто по стрелочке провел, и ты уже с ровной стрелкой. И, кстати, девочки, вы видите, у меня ресницы в последнее время вообще прям тьфу-тьфу-тьфу. И я не могу нарадоваться. В декабре месяце я сделала ламинацию. Потрясающая вещь. Три месяца у меня ресницы были вот такие. Вот я вообще их не красила. И когда даже вы красите... Ну, в общем, ламинация это прям супер. Вот мне очень понравилось. Хочу опять сейчас сделать ближе к лету, чтобы вообще ресницы не красить. Кто, кстати, делал ламинацию? Напишите, как вам. Или это только у меня так, или, может быть, это связано с каким-то странным ростом волос. Хотя я не могу сказать, что у меня там... Я сейчас тоже снимаю видео на тему волос. И я сейчас начала делать одну процедуру. Я вам тоже после расскажу. Вот. Поэтому я не знаю, ресницы у меня растут от ламинации. Мне так показалось. Или, может быть... Поэтому скажите мне. Напишите в комментариях, как вам. Кто делал? Какой эффект у вас? Как бы разница не велика, но она есть. Кстати, знаете, куда я сейчас собираюсь? Я еду в магазины смотреть плитку, мебель. Для уже понимания вообще, что у меня в комнате будет. Кто первый раз на моем канале, подпишитесь на мой канал. И у меня есть... Вот сейчас я активно начну делать строительные влоги. Потому что я начинаю делать ремонт в доме. И возьму сейчас... У меня есть такая вот палеточка. Она тоже очень прикольная. Так. The Balm Cosmetics. Я в Инстаграм отмечала ребят. Ну, не знаю. Может быть, оставлю еще внизу. Найду их в Инстаграм и оставлю вам. Прикольно. Здесь вот такая вот палеточка. Все есть. Она такая дорожная, очень удобная. Здесь и тени есть, и румяный, и хайлайтер, и бронзатор. Поэтому беру сейчас кисточку. Я люблю мягкие кисточки, такие пушистенькие. Вот. Вот такие вот. И... Так, какую использовать? Что-то хочется мягенькое, тепленькое, да? Но чтобы не было сильно видно макияжа. Я возьму вот этот вот оттенок. Вот. Я его часто использую. Мне скоро до донышка дойдет, и... Он такой создает эффект как раз. Естественности. А какая мантра красивая. Кисточка очень мягенькая, поэтому она не растушевывает жестко. Она просто убирает границы, оставляя такой просто оттенок. Вот. И вы у меня спрашивали, какие мои любимые туши. У меня их несколько, но вот две самые любимые. Я в инстаграм тоже вам покажу. Вот. Мейбелин и Лореаль. Вот это вот, наверное, самое любимое. Она мне уже годами любимая. Прямо очень нравится. Сейчас я вам покажу эффект. Довольно неплохой, в принципе. Но она иногда оставляет на веки следы, поэтому время от времени надо поглядывать. Теперь лицу надо придать свежести. Я сделаю это с помощью палетки Мастер Браш от Мейбелин. Мне нравится вот этот вот оттенок в последнее время. Как говорится, на яблочке. Ну и пошла растушевать слегка. Так как у меня декольте. Я, кстати, девочки, очень люблю. Я не знаю, как вы к этому относитесь. Мне очень нравится покупать большие рубашки. Это рубашка 46 размера. Смотрится очень классно. Я ее к этой расстеге и покупаю вот такие вот бра. Ну, получается, с кружевом. И когда рубашечка чуть-чуть вот отодвигается, чуть-чуть видно кружево бра. Но при этом все прикрыто, закрыто. Очень как раз вот для начала лета, конца весны, мне кажется, очень актуально. Ну и, в принципе, все. Косую, я не знаю, буду распускать или нет. Скорее всего, что нет. Пусть так и будет. По поводу помады. Берем что-то очень яркое. Или берем, наоборот, что-то очень нежное. Или, или, или берем что-то нейтральное, такое, как коричневое. Я не знаю. Что хотите, то выбирайте. Можете просто взять блеск для губ. Я сейчас буду снимать видео с вочей. Так что, опять же, подпишитесь на инстаграм мой. Поэтому я на губы сейчас наносить ничего не буду. Но в инстаграме в любом случае я сделаю фотографию общего моего образа в джинсах. Ну, то есть в этом наряде. Поэтому подпишитесь обязательно в инстаграм. Там правда прикольно, весело. И там сторисы. Я люблю снимать сторисы. Все. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если это так, ставьте пальчики вверх. Пишите внизу свои заявочки. И всем хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока.